В этом уроке мы выполним установку PostgreSQL для Windows. Если у вас не Windows, а Mac, то, пожалуйста, пропустите этот урок и сразу переходите к следующему. Там будет инструкция для Mac. Здесь для Windows. Итак, открываем ссылку PostgreSQL.org, нажимаем на Downloads, выбираем Windows и выбираем последнюю версию. Download the Installer. Здесь, пожалуйста, выберите последнюю версию и вашу операционную систему, либо 32-битную, либо 64-битную. Нажмите на Download Now. Итак, файл скачивается. После того, как он будет скачан, пожалуйста, его запустите. Выполняем. И здесь может потребоваться некоторое время. Наберемся терпения. Я специально некоторые места дальше вырезал, чтобы сократить ваше время. Итак, выбираем, куда устанавливать, что устанавливать. И вводим пароль для базы данных. Любой пароль, который вы хотите. Здесь останавливаем по умолчанию. А вот локаль лучше установить English United States. Я просто сталкивался с случаями, когда в случае других локалей могут быть небольшие сложности. Итак, установка завершена. Снимаем галочку. Теперь скачайте, пожалуйста, zip-файл, прикрепленный к закладке resources. И выложите его в папочку Temp на диске C. Распакуйте его. В этой папке скрипт и текстовые файлы, которые мы будем загружать. Открываем скрипт TXT. Выделяем текст. Копируем. Дальше пуск. И запускаем pg-админ 4. У меня он прямо здесь, потому что раньше я его уже запускал. Открывается приложение pg-админ. Дальше слева открываем серверс. PostgreSQL. Здесь он может пароль попросить. И нажимаем на PostgreSQL. Дальше tools. Query tool. Обратите внимание, если просто выбрать датабезис, то query tool недоступен. Нужно именно нажать для PostgreSQL, и тогда query tool будет доступен. Здесь делаем copy-paste того скрипта, который мы скопировали. В нем create table, создание таблиц. И копия для копирования данных. Здесь c-temp-win-database. Это как раз тот путь, куда мы выложили и разархивировали наш архив. Если у вас другой путь, то впишите сюда другой путь. Нажимаем Execute. И все команды выполняются. У нас должны появиться таблицы с данными. Проверяем. Заходим в схема Public Tables. Здесь должны появиться таблицы. Продолжение следует... Смотрите. Таблицы. Продолжение следует...